Газовый спор между Украиной и Россией снова в стокгольмском арбитраже. Ранее суд уже вынесли от решения и предложил Нафтогазу и Газпрому договориться. Однако стороны не смогли этого сделать и сегодня слушания возобновились. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Эта история тянется с 2014 года. После Евромайдана Украина решила добиться более справедливых цен на российский газ и приостановила выплаты. Разрешить спор сторонам пытался помочь Брюссель. Но после десятков раундов безуспешных переговоров в стенах Еврокомиссии пришлось идти в суд. И уже в мае стокгольмский арбитраж постановил, цены на газ все-таки нужно пересмотреть. А требования Газпрома покупать больше, чем необходимо, формула «бери или плати» несправедливая. И платить исковые требования по этой формуле Украина не обязана, написал на своей странице в фейсбук директор Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, они превышали 40 миллиардов долларов и увеличивались каждый день. Кроме того, арбитры удовлетворили требования Нафтогаза отменить запрет со стороны Газпрома на реверс газа. Учитывая все эти решения, сторонам предложили откорректировать контракты и самостоятельно разобраться, кто сколько должен. Но поскольку Нафтогаз и Газпром до осени так и не пришли к общему знаменателю, дело вернулось в Стокгольм. Окончательное решение суд должен принять до конца года. Елена Абрамович, Иван Ербаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова